Все мы разные, но имеем равные права и обязанности. А имеем ли мы равные возможности? Что такое толерантное общество? Наличие пандусов и табличек на языке Брайля? Или все-таки принимающие толерантные люди? Давайте разберемся. Сегодня мы расскажем, как особенно сотрудник может сделать ваш бизнес прибыльней. Это вызывает интерес у средств массовой информации. Это уже дает большое паблисити как самим людям с инвалидностью, так и тем организациям, которые принимают на работу этих людей. Тьютор – профессия будущего. Возможно, организация была бы рада взять человека с особенностями на работу при условии, что у него есть тьютор. То есть человек, который его сопровождает, который ему помогает. Окей. Пути создания инклюзивного общества. Выходя на улицу, мы нигде не видим ни официантов или мастеров по маникюру или еще кого-либо, продавцов в магазине с инвалидностью, с ментальной или физической. Этого абсолютно нет. И получается, что ради просто красного словца мы все это поговорим. В Казахстане проживает порядка 700 тысяч людей с инвалидностью. Из них свыше 400 тысяч человек трудоспособного возраста. Причем на рынке труда из них участие принимают не более 30%. Проблемный вопрос трудоустройства людей с инвалидностью актуален и для Алматы. А особенно остро стоит он в отношениях людей с ментальными расстройствами. В нашей системе государственной, что все очень четко разделено. Ну давайте, ребята, вот значит, когда вы маленькие дети, вы относитесь к системе здравоохранения, потом школа, а что будет после школы, это значит Министерство труда и соцзащиты. Так если нет межведомственного согласия, то и нет подготовки на самом деле. То есть учителю в среднестатистическом, в школе, в общем-то, не важно. Вот этот ребенок с особенностями, может быть с аутизмом, или может быть с какой-то задержкой, он будет на работу устроен или нет. Но здесь и сейчас учитель хочет только одного, чтобы он сдал ссоры в Сочи, и чтобы никто учителя не доказал за наличие или отсутствие какой-то индивидуальной траектории развить. Все. Вот это история про отсутствие взаимодействия, про отсутствие преемственности при прохождении семьей вот этих всех возрастных этапов. Над вопросом построения инклюзивного общества Салтанат работает уже не один год. При тщательном изучении ситуации она поняла, что помимо прочего проблема лежит и в неправильном понимании понятия инклюзия. Вообще на всех мероприятиях, на всех конференциях, везде, со всех страницами я всегда говорю о том, что первое, что нужно сделать, нужно правильно понимать, что такое инклюзия. То есть когда мне говорят, что это будет инклюзивное мероприятие, на котором будут только, например, дети с инвалидностью, то есть уже здесь подмена понятий. Первое, что нужно сделать, нам нужно всем понять, что инклюзия – это не они и мы, да, они люди с особенностями, а мы такие все правильные и хорошие. А это в целом все общество, которое готово включать абсолютно любого человека. Отличается он, не отличается. То есть сама по себе инклюзивность – это включение. Строить общество без барьеров, ярлыков и стереотипов Салтанат решила с нуля. Начала, так сказать, с фундамента, открыла по-настоящему инклюзивную школу. Сейчас мы всячески приглашаем министров к нам как модель, мы понимаем, что мы только, ну, как будто бы просто некая частная инклюзивная школа. Но мы модель, и, значит, в этом году, что очень важно, да, никакое трудоустройство невозможно, если ты ребенка не готовил. Вот все это время с 1 по 11 класс. Ты не готовил его и не готовил его нейроцепичных одноклассников к тому, что они все выходят, и все, значит, эти поступают в университет, кто-то открывает бизнес, и он думает, ага, вот у меня, я с Айданой учился. Блин, у меня же есть, вот, например, там какая-то позиция в офисе. Я бы ее взял. Ну, потому что классно. Вот эту пытаемся мы встроить модель. И она нигде не прописана. Это как будто бы априори. На самом деле, ну, не думают так у нас дети, но мы должны им помочь так думать. По словам Салтанат, школа – это центр комьюнити для взаимодействия с другими организациями. Здесь опробироваются самые смелые замыслы. К примеру, проект «Бористо». Выпускник школы, Тимирлан, обучился навыкам этой профессии и устроился на работу в кафетерии. Тимур, ты здесь готовишь, какие блюда ты здесь готовишь? Бургеры. Бургеры? Да, бугры, а мне баханят. Да, но это не совсем бургеры, это бургеры. А какую работу ты делаешь? На работу, на ней, вот сюда. Что? Вот сыр? Да, сыр. Сыр на игру. Тимирлан рассказал нам, что на своем рабочем месте научился готовить бейдлы и теперь делает их дома самостоятельно. Самое приятное в работе, по его словам, получать чаевые. Друзья, я улетел. Улетел мой кумир. Кумир, я в Дубай. Кумир приходил? В Дубай улетел? Кто улетел? Кумир. Я улетел кумир, кавакоколе, потому что я в Дубай. А, на заработанные деньги в Дубай съездил? Да. Сейчас Тимирлан копит на осуществление своей мечты. Огода, гадиллага, ламбу и русская гроша, и тай, в этой школе. Александр вспоминает, когда ему предложили поработать в паре с Тимирланом, сначала растерялся и не особо поверил в успех компании, но все сомнения быстро развеялись. Если честно, я просто даже не представлял, каково это, потому что ни разу не было такого опыта еще работы. Но если были какие-то страхи, то они, очевидно, развеялись. Да, довольно быстро нашли общий язык и общий ритм работы поймали. Здесь есть некоторые особенности в коммуникации. Действительно, не всегда удается понять. И, наверное, интуитивно учишься понимать, может быть, не все дословно, но основную мысль, настроение. И этого достаточно, на самом деле, зачастую. Когда мы вообще перед тем, как решили запустить эту серию бранчи, мы не хотели устраивать из этого какую-то акцию, прям шоу и так далее. Вот посмотрите на особенных каких-то ребят. Нам это не нравится, и мы не хотели этого делать. Мы, наоборот, хотели сделать, чтобы это было нормой, когда ты приходишь в кафе и встречаешь работников абсолютно разных. Но все равно для начала нужна какая-то компания, огласка, чтобы привлечь людей, познакомить вообще с этими бранчами и с этим проектом. Очень много людей, конечно, которые приходят поддержать, которые хорошо расположены. И нам самим интересно смотреть на тех, кто заходит случайно, проходя мимо и совершенно не ожидая, что сегодня проходит такой особенный бранч. Но, как правило, да, может быть, поначалу смущение, но, скорее, здесь даже больше интереса у людей это вызывает. На кухне все быстро спорится. Каждый делает свое дело. Заказы уходят быстро, клиенты довольны. Стараемся работать всегда в команде. Стараемся друг другу не мешать. Хотя, как видите, у нас кухня маленькая. И, собственно, доверяем вообще абсолютно любую работу. Бывает, что ребята не всегда справляются, конечно, но они очень быстро всему учатся. А такой рукастый помощник, как Тима, всегда на кухне пригодится. Порезался? Да ладно тебе. Ну, это ты не порезался, это ты просто поцарапался. Все хорошо. Ногу натер? Скидывай сюда. Также здесь работает Анна. Пока девушка лишь осваивает тонкости работы бариста, поэтому помогает обслуживать гостей. Я сначала учусь, чтобы готовить, учусь готовить, кушать, готовить. Андрея там узнала, он сюда меня на работу устроил. Я сюда уже давно хожу, учусь готовить. Столько видов кофе. Какого кофе больше всего братья? Ну, латок, пучино и там, я еще там не запоминала, не запоминай там еще. То есть, ассортимент большой здесь? Да. Как вот посетители, кафе относятся? Как вот работа с коллегами у вас завязывается? С коллегами, знаешь, это хорошо. Когда я приходил, они говорят, что им понравилось, им вкусно, это вкусно. Они такие довольные уходят. Очень часто мы слышим слова инклюзия, социальная интеграция и так далее. То есть, это все, конечно, очень красиво и хорошо. Но, выходя на улицу, мы нигде не видим ни официантов или мастеров по маникюру или еще кого-либо, продавцов в магазине с инвалидностью, с ментальной или физической. Этого абсолютно нет. И получается, что, ну, как бы ради просто красного словца мы все это говорим, что лично нас не устраивает и расходится с нашими ценностями. Я всегда говорю то, что, и вот вы сегодня общались с работниками кафе Селек, тоже проходит буквально день, два, три смены, и все понимают, что все такие же классные, веселые и порой вредные, вот, и ничего страшного. Но это касается абсолютно любой исключенной группы. Находясь в рабочем коллективе или работая онлайн, человек оказывается в социуме, получает необходимое общение, чувствует, что его знания и навыки нужны. Он востребован как специалист. Это очень важная часть социальной адаптации для лиц с ограниченными возможностями. Да, другое дело, что здесь принимающий коллектив, мы знаем, что им можно поручить, что нельзя. Где можно требовать, где нельзя. Мы знаем, как планочку поднять. Ага, смотри. То есть Тимирлан, когда у нас работает, начинает фионить. Ну я же в ТикТоке сижу, говорю, чувак, ты работаешь. У тебя сейчас кофе клиент ждет. И нужно требовать, предъявлять требования правильно. И не бояться, ой, давай мы тебя пожалеем. Нет, посиди, я сам за тебя приготовлю. Помимо работы в кафе, Анна посещает театральную студию, осваивает актерское мастерство. Сейчас труппа работает над постановкой «Я тебя вижу». Это первый в Алматы по-настоящему инклюзивный коллектив. То есть мы начинали с очень малого, сразу начала работать театральная студия. И мы договорились тогда, что мы будем открыты абсолютно всем. Не только людям с инвалидностью, с ментальной, физической, но абсолютно всем, кто захочет освоить театральную профессию, прийти в этот мир искусства, так сказать. И да, мы более внимательно всматриваемся в город. И, конечно, все исключенные, все уязвимые группы людей нам очень важны. И мы всегда рады приветствовать. То есть помимо людей с инвалидностью у нас также есть молодые мамы, допустим. Это тоже уязвимая группа и очень сложно сменить профессию особенно. Или вот у нас сработает постоянная студия для людей пенсионного возраста 60+. То есть тоже очень важно, потому что, когда тебе за 60 лет, то очень сложно взять и прям сменить профессию абсолютно. То есть действительно в профессиональном ключе. То есть мы не кружок, мы не группа по интересам. Действительно то, чем у нас учили в театральных институтах, вот мы все это воплощаем здесь в жизнь. Коллектив уже посетил с гастролями город Семипалатинск, где блестяще выступил на фестивале. Чем разнообразнее коллектив, тем интереснее работа. Ставя перформанс «Я тебя вижу», режиссерам приходили самые непредсказуемые решения и повороты сюжетов. У нас еще очень много актеров из разных театров Алматы к нам приходят. То есть студия делится так 50 на 50. И я всегда говорю то, что это отличная прокачка для актеров, потому что, когда ты работаешь с коллегами с ментальной инвалидностью, это всегда разный способ коммуникации с человеком. Вне зависимости от диагноза. То есть мы привыкли коммуницировать вербально, что ли, друг с другом. А здесь зачастую бывает так, что с кем-то больше какая-то тактильная история подходит, или аудиальная, или наоборот более зрительный контакт нужно поддерживать. Поэтому найти этот индивидуальный подход каждому человеку очень сложно. И это очень мощный такой тренинг для самого себя актерский и друг для друга. Потому что это в любом случае театр – дело коллективное. И в этом процессе прям очень вырабатывается отличный навык, который пригождается потом в жизни. То есть встречая в принципе любого человека на улице, мы уже более внимательно друг к другу относимся. То есть мы умеем лучше и быстрее находить общий язык в целом. Помимо занятий театральному мастерству, большое внимание уделяется и теоретическим знаниям. Посетители знакомят с историей возникновения театра. В общем, репертуар наполняется, и за это время было очень много проделано работы. Помимо каких-то спектаклей и перформансов, были большие циклы лекций. И очень много проводится у нас образовательных событий, паблик-токов и прочего. И касательно темы инклюзии, социального искусства. И вот был большой цикл лекций по истории казахского театра, потому что это тоже очень важная такая часть. Настольные игры народов мира также призваны сделать еще один шаг навстречу к инклюзивному обществу. Михаил Эйфель совместно с Центром инклюзивных программ запустил вот такую игровую комнату. Игровое пространство для инклюзивного образования, можно так скажем, как дополнительная возможность детей с ограниченными возможностями и обычных нормотипичных детей, значит, совместно развиваться, получать определенные навыки, такие как умение правильно наносить какие-то удары в играх, умение балансировать, умение правильно выстроить глазомер свой и так далее. То есть очень много направлений, которые позволяют развить координацию движения у ребенка и, соответственно, социализировать и играть вместе. Все поля для игр Михаил изготавливает сам, согласно стандартам. Все игры спортивны и по многим проводятся мировые соревнования. Однозначно эти границы стираются, потому что мы все знаем, что игра – это все то, с чего мы начинаем жить вообще. Поэтому для любого ребенка, будь то особенный ребенок, игра – это основа. Поэтому в тот момент, когда дети играют, они забывают обо всем, у них есть цель – либо победить, либо поучаствовать в команде, и поэтому вот эти все границы стираются. Я вот еще раз говорю – родители, дети, приходите, поиграйте вместе, потому что у нас бывают случаи, приходят родители, смотрят, и когда ребенок начинает какие-то делать движения, вот недавно буквально у нас был такой случай, они были просто удивлены, как он, оказывается, может бросать, оказывается, он может как-то держать вот этот стол и катать эти шарики и так далее. То есть это новые движения, которые просто в обычной жизни ребенок может даже и не почувствовать. Экомастерские, инклюзивный туризм, юные театры – это все проекты, где мы интегрируем потихоньку детей для того, чтобы они здесь пробовали вот этот совместный опыт инклюзивный. И у нас есть в мечтах построить инклюзивный колледж для того, чтобы дети постепенно, вот именно учились обычные и особенные вместе. Не так, что в одном целом колледже два ребенка с особенностями, это не работает история, а когда именно проектно вместе учатся, и вместе создают вот этот эпизод успеха, говорят, у нас получилось, значит, с особенным человеком можно работать, значит, можно требовать, значит, вот это, именно вот из этих… Нельзя сказать, давайте вы что-нибудь сделаете, и я посмотрю. Нет, надо вместе с ними в эту историю заходить, проходить этот путь, все фейлы, все победы, потом говорят, смотрите. Сегодня многие школы и детские сады работают по принципам инклюзии, принимая детей с особыми потребностями. Как правило, это два-три ребенка на школу или отдельная группа в садике. Сейчас 182 школы, да, кажется, они считаются инклюзивными по городу Алматы, где должны брать детей с особенностями. Ну, это по статистике 1-2 ребенка на класс. А в классе 30-35 детей, конечно, такой ребенок с особенностью, он теряется, да, можно сказать, как серая ворона, где-то сидит на заданной парте, сам по себе ничем не занимается. Надо максимально внедрять таким образом, чтобы в одном классе, ну, мы, как наша модель, да, 30% на 70, 30% детей с особенностями и 70% детей нейротипичные. Таким образом, и особенные дети, и нейротипичные будут вместе, как сказать, на одном уровне. Тогда и нейротипичные дети будут видеть, что есть такие дети с особенностями и будут воспринимать их легче, будут им помогать. Да, ну, помочь ему преодолеть какие-то свои внутренние особенности и так далее. Соответственно, как это делать? Помещая ребенка в условия интернатовские, скажем так, мы считаем, что это неправильная история, потому что таким образом формируется среда закрытая, среда непринятия и среда погружения в собственные проблемы. Особенные дети берут примерцы их окружения, поэтому им важно показывать правильную модель поведения. Когда в классе есть дети с особенностями, норматипичным это помогает развивать себе эмпатию, толерантность и понимание. Ну, вы же не можете сказать, нет, теперь ты вот любишь там одноклассника Степу, несмотря на то, что у него какие-то там особенности и так далее. Мы понимаем, что все равно есть некие социальные законы, которые очень хорошо прослеживаются в классе, потому что класс — это плотный коллектив, слаженный, который выполняет какую-то определенную задачу. И сказать им, что теперь вот будет вот так, ну, я не знаю. Все это разумно начинать с начальной школы, да, потому что... Чтобы дети свыклись с этим и приняли это все, да. Вот у нас... Ну, у нас, в принципе, трудно судить, потому что у нас это везде. Да, во всех направлениях. У нас есть там нулевые классы, да, пришкольная подготовка, у нас есть ресурсный класс для действительно детей с серьезными особенностями. И людьми кого-то ничего не вызывает. Будь то какие-то физические моменты, будь это какие-то там психологические нарушения и так далее. Вот мы знаем, что сейчас модели инклюзивного образования в Казахстане нет. Она у нас есть на базе того опыта и на базе вот этих пяти лет, которые мы развиваем нашу школу, да, начинать с школьного проекта. Мы работаем, и она содержит в себе базовые опоры на социально-эмоциональный интеллект, на академический интеллект, на работу с педагогами. Очень важно, что эта школа как центр комьюнити на взаимодействие с другими организациями вокруг. И это все очень важная тема. О том, насколько важно принимающее общество, Лошин знает из личного примера. В их семье растет ребенок с синдромом Дауна. После того, как ребенок начал посещать школу, в которой не делают акцент на ее особенности, она приняла себя и стала более открыта миру. Нашу школу, где она увидела, что есть дети такие же, как она, особенные, есть дети нейротипичные, да, она начала уже потихоньку себя по-другому проявлять, и начала, можно сказать, на уровне них вместе выравниваться. Начала за ними что-то повторять, вместе с ними общаться на своем языке, да, даже. У нас, правда, сейчас немножко проблема с речью, мы над этим сейчас максимально работаем, но ей прям нравится, она, можно сказать, как солнышко стало еще ярче. Вот, и, соответственно, когда формируется вот эта среда, доброжелательная, теплая и поддерживающая, то у ребенка спадает блок, барьер, недоверие, опаски и так далее. И на этом основании можно развивать общие учебные навыки. Я все-таки считаю, что это важнее. Если ты умеешь сам открыть таблицу, превратить, перевести один вид информации в другой, то учебные, ну, учебные результаты придут, потому что ты сам можешь обрабатывать информацию, да. Вопрос, что в этот момент происходит с детьми с особенностями. Ну, как, они тоже занимаются на уроке, но так, как могут, да. То есть, например, если все уже проходят умножение, деление больших чисел, у ребенка с особенностями может быть счет в пределах 10, вот, но, ну что, хорошо, да, будем учиться считать в пределах 10. Не умеешь письменно это делать, хорошо, давай поучимся считать на палочках. Ну, как условно, да, это там, вначале, как учить детей считать в детском саду. Никто никого не трогает, никто никого не обижает. Более того, без нашей указки дети начинают помогать друг другу и говорят, что мы хотим стать тьютерами. Тьютер – наставник, работающий с учеником индивидуально в условиях школьного или домашнего обучения. В инклюзивном образовании тьютеры помогают учащимся. По словам Салтанат, сегодня тьютер – это профессия будущего. Без него невозможно построить инклюзивного общества. Возможно, организация была бы рада взять человека с особенностями на работу при условии, что у него есть тьютер. То есть человек, который его сопровождает, который ему помогает. Окей, этого тьютера, по идее, может оплачивать, в принципе, семья. Ну, то есть мы идем сейчас от потребности назад к тому, что надо сделать. Либо какой-то семье возможно для того, чтобы в первое время нужно, чтобы это предоставил государство. Государство говорит, хорошо, мы, может быть, можем что-то сделать. Но такой позиции, как тьютер, нет. Есть соцработник, который приходит два раза в неделю, и там что-то приносит еды, там что-то помогает. То есть сейчас сопровождающих нет. А этот индивидуальный помощник? Это все на бытовом уровне. То есть человек, который вместе, как Андрей вместе с Тимирланом, например, да, пойдет, будет вместе с ним учиться, помогать как Бористо. Соответственно, и в школах должны открыться дополнительные позиции. Но, конечно, нужна поддержка и тьютера, и желательно ассистента. То есть ассистент – это второй учитель. И здесь, конечно, желательно наличие какого-то педагогического лёгкого образования, чтобы в то время, как учитель ведет урок фронтально, ну, быть, скажем так, да, вторым учителем, вторым номером. И помогать всем детям, не только детям с особенностями. Потому что, ну, ребенок без особенностей тоже может не понимать урок. Да, и что тогда делать? Задавать ему тритонные домашки, чтобы родители до двух ночи сидели. Айдане 18 лет, она выпускница школы. Сегодня работает здесь в качестве тьютера. Помогает учителям во время уроков. Айдана курирует второй класс. Ну, я уже привыклась здесь работать. А что такое тьютер? Что входит в обязанности тьютера? Кто такой тьютер? Ну, тьютер, как это ассистент, ну, типа, сядет в меня, присматривается. И, ну, типа так, что далеко не ушли, там ничего не делали. Вот, я за ним каждый присматриваю. Уроки помогаешь вам делать, да? Да, помогаю. Да, я там всегда и помогаю. Сегодня учредители школы и родители особенных детей все чаще задаются вопросом. А куда пойдут их дети после окончания школы? Найдут ли они принимающие компании? Невозможно заставлять брать на работу человека с особенностями, если он вот этот путь не прошел. Это хуже для него, потому что у него там создастся эпизод неуспеха. Я пошел, мне там начали, значит, давить, люди не настроены, у меня там навыков нужных нет. Раз, два. На втором разе он же скажет, ну, все, я не буду ничего делать. И семья перестанет в него верить. Вот, что самое страшное. Семья посадит его дома, будет получать пособие по инвалидности, он будет медленно угасать, и мы получаем высокую смертность. При поддержке тьютеров истории успеха было бы больше. Как нам рассказали в палате предпринимателей, бизнесменов, желающих брать на работу людей с особыми потребностями, становится все больше. Тем более, что многие рабочие места субсидируются государством. При управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы у нас есть реестр социальных предпринимателей. Те, кто могут взять к себе, то есть социальные предприниматели, это тот человек, который может взять к себе и человека с инвалидностью. Есть несколько программ. Есть программа «Социальное рабочее место», где частично оплачивает государство. То есть 35% от заработной платы, не более 20 МРП, может оплатить государство. Остальную часть оплачивает сам работодатель. Более того, помимо дополнительного рабочего места, предприниматели получают налоговые льготы. Особенный сотрудник может иметь свои преференции. Но, как правило, не все ими пользуются. Эти люди, они же хотят быть частью общества, поэтому они себя не ограничивают в этом. То есть, допустим, условно, у тебя есть 8 часов, которые ты должен отработать, они без проблем эти часы отработают. Потому что они тоже хотят быть частью нашего общества, не ограничиваясь ничем, даже этими послаблениями. По опыту работы в кафе Андрей увидел, что и предпринимателям тоже выгодно развиваться в сторону инклюзивного общества. Появляется больше возможностей и открываются новые перспективы. Но и для самих заведений мы можем брать не только какой-то ресторанный бизнес или культурные институции. В целом, мы же даже видим по цифрам, что чем разнообразнее ваш коллектив, чем он более разный, тем как бы даже капитализация увеличивается у вас. То есть, в принципе, сам процесс идет куда более лучше, качественнее, интереснее. То есть, чем шире мы раздвигаем свои горизонты, в том числе и если мы говорим о человеческих ресурсах, да, трудовых каких-то, тем лучше становится наш бизнес как бы изнутри даже, если мы просто с прагматической точки зрения посмотрим. То, как минимум, это вызывает интерес у средств массовой информации. То есть, это уже дает большое такое паблисити как самим людям с инвалидностью, так и тем организациям, которые принимают на работу этих людей. Вот. Поэтому, конечно, конечно, здесь выгода, мне кажется, для всех очень очевидна. То есть, это не про благотворительность, это не про какое-то снисходительное отношение. Это про разнообразие в самом позитивном и положительном его ключе, контексте. Когда в сознании каждого человека спадут все барьеры и ярлыки, только тогда мы сможем стать по-настоящему инклюзивным обществом. И каждый от этого лишь духовно обогатится. Вы смотрели программу «Обо всем без купюр». Вместе мы можем многое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok